Прогулка с друзьями закончилась трагедией. На железной дороге под Ярославлем погиб подросток. Тайники не помогли. Крупный канал поставки наркотиков перекрыли в регионе. Шагать больше не придется. На Московском проспекте отремонтируют лифты в надземных переходах. Все ближе юбилей городского телеканала. Сегодня вспоминаем почетную граждан Ярославля. Под одной обложкой стихи семи десятков непрофессиональных авторов всего региона представлен новый сборник поэзии. Кто же захотел посмотреть салют на улицах Ярославля, заметили Лосенка. Здравствуйте! В эфире время новостей городского телеканала в студии Елизавета Корегина. ЧП на железной дороге произошло в Ярославской области. Подросток скончался от удара током. По предварительным данным установлено, что 15-летний парень, гуляя в компании с верстником, в ночное время залез на крышу стоящего вагона вблизи станции Полянки. Дотронувшись до контактной линии, молодой человек был поражен электричеством и погиб на месте. В настоящее время назначены ряд необходимых экспертиз и комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин случившегося. Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до семи лет лишения свободы. Крупный канал поставки наркотиков удалось перекрыть в Переславле-Залесском. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий были задержаны два жителя Московской области. 49-летний мужчина и 40-летняя женщина, которые занимались бытом с помощью тайников. Полицейскими были изъяты 9 шарообразных свертков общей массой 99 граммов. В результате исследования установлено, что это был героин. В рамках расследования уголовного дела также был проведен обыск по месту жительства задержанных. Там оказалась спрятана еще большая партия наркотиков общим весом 3 килограмма. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта психотропных веществ в особо крупном размере. Избрана мера пресечения заключения под стражу. Теперь подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. В квартире хранят наркотиков службы. Что именно здесь находящиеся? Какие именно? Героин. Героин. И кашлящик. И к другим темам. В Ярославле на Московском проспекте отремонтируют лифты в надземных переходах после проверки прокуратуры Фрунзенского района. Надзорное ведомство подтвердило, что в работе подъемников есть нарушения. На Московском проспекте находятся 4 пешеходных перехода. Один из них подземный. В настоящий момент департаментом городского хозяйства подготавливается сметная документация на капитальный ремонт, чтобы по результатам подсчета затрат можно было определить источники финансирования для выполнения работ. Теперь по главной улице можно и с оркестром в Заволжском районе Ярославля подсыпать дороги частного сектора. Всего в плане более 270 улиц разыграны два контракта. Их действия до 15 октября. Подсыпка щебнем – процедура ежегодная. Адреса выбирают в том числе и по обращению жителей. Стоимость работ около 4 миллионов. Депутат областной думы контролирует процесс. Мы, конечно, все ожидаем качественных дорог, безопасных. Это наша основная цель. И работы эти должны быть под контролем и в период, когда ведутся основные работы, и уже когда сдача объекта. Сейчас вот пока мы видим действительно очень крупный грабий. Мне казалось бы, хотелось бы, чтобы в следующем, наверное, уже будет покрытие более мелким щебнем. И действительно это будет комфортно. Люди должны нормально доезжать до своего жилья. Подсыпаны дороги в деревне Трофимка на стадионе Колчук. Сегодня работы велись на улице главной нарезинотехники. Администрация согласовывает график и виды производимых действий с уличкомами. Объемы работ определяют на месте во время совместных выходов на территорию. Вторая подрядная организация, сейчас мы разыгрываем контракт. Это у нас нижний поселок, поселок завода 50. Там тоже эти будут работы мы предусматриваем, так же будем делать. Тем временем в Красноперекопском районе сегодня комиссия проверила два гарантийных объекта. Дороги на улицах 1-й вокзальной Рылеева отремонтированы в сентябре и ноябре прошлого года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В процессе проверки комиссия обращает внимание на трещины, выбоины, состояние дорожных знаков и разметки. Недостатки фиксируются с целью передать все замечания подрядчику. Полотно, прошедшее уже определенное время, оно в нормальном состоянии. Поперечных, продольных трещин, каких-то разрушений асфальтового покрытия на нашей комиссии не отмечено. Так что, думаю, что эти улицы прослужат людям еще в довольно длительное время. Грубых нарушений на двух объектах выявлено не было. Но, по словам жителей частных секторов, есть проблема с водоотведением и дренажными каналами, которые планируется исправить в скором времени. «Проблемы с колодцами. Что мы сюда приехали, женщина говорит, что здесь у них колодец был водопроводный, засыпан, асфальтирован. Сейчас будем разбираться и находить его. И на улице вокзальной, ближе к железнодорожному полотну, там проблемы с колодцами, там постоянно подтапливают в этом месте. Есть пожелания к подрядчику, где устранить». «Единственное, потерялся водопроводный колодец, совместно с водоканалом будем его искать. Но если мы будем в теле дорожной одежды, то будем поднимать и восстанавливать покрытие». Народный парад, поздравления ветеранов, праздничный концерт и салют. В Ярославле отметили 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ярославле по традиции началось с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику монументу «Вечный огонь». В этом году впервые был изменен формат традиционного парада. Он стал поистине народным. Стройные колонны, ретро-автомобили и современные военные техники прошли по всем районам города. Это прославленная «Катюша», командирский автомобиль «ГАЗ-67Б», пятитонный грузовик «ЗИС-5», буксирующий дивизионную пушку образца 1943 года, боевая машина «Панцирь», радиолокационная станция «Каста». «Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах, день победы, день победы». А в это время на Советской площади развернулось большое театрализованное представление «Дневник военкора». Ну а специально для ветеранов и тружеников тыла, которых с каждым годом становится все меньше и меньше, в КЗЦ прошел большой прием. Помнятся эти времена, когда мы закончили войну и объявили, что фашистская Германия повержена, разгромлена. Вот так. Это вот нам пришлось этим заниматься. У каждого своя история, свои воспоминания. Более 500 тысяч ярославцев в годы войны ушли на фронт, порядка 200 тысяч не вернулись домой. Ковалась победа и в тылу. Мы помним и не должны забывать, кто освободил мир от фашизма и какой ценой, какие жертвы пришлось принести нашему народу ради великой победы. И в этой исторической памяти одной на всех и кроется большая правда о той войне. Потому и отмечается этот праздник повсеместно, ведь в каждой семье свой герой. Конечно, я тоже вспоминаю историю моей семьи, ее участие в войне. И это всегда в сердце, это дает опору для нынешних дел, дает силы переживать те проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Это личная история, я думаю, она у каждого своя. Поэтому на улицах городов и селений, деревень и поселков всего нашего региона, всей страны в этот день было празднично и весело. Родион Латышев, Елена Златоустовская, Михаил Орлов, Новости города. В Вознесенских казармах прошел интерактивный концерт «Споемте, друзья». В течение двух часов зрители совместно с профессионалами пели песни военных лет и композиции из популярных отечественных кинофильмов «Смуглянка», «Темная ночь», «Синий платочек», «Журавли». Для удобства выдавались песенники с полной программой. Мой коллега Игорь Шевченко послушал. С 2012 года Центр развития гитарного искусства дает на безвозмездной основе игровые концерты. Каждый зритель в свободном формате может подпевать с места любимые строки и даже целые песни. Поскольку композиции достаточно популярны и у всех на слуху, желающих достаточно. А чтобы их было еще больше, каждому выдают буклеты с текстовкой всего репертуара. Поскольку мы разделись в Советском Союзе, мы все эти песни знали и всегда пели, поэтому подпеваем. Другое дело, есть ли у меня способности, не знаю. Я сама 10 лет играла в этой же студии, у этих же преподавателей, поэтому ностальгируем. Пришли послушать, подпеть, поддержать артистов. Во время выступления руководитель не оставляет своих подопечных ни на одну композицию. Помимо вокала подсказывает, как сыграть коллективу лучше, а иной раз и указывает на ошибки. Впервые мы концерт даем на территории казарм. Очень хорошая акустика, кстати, мне понравилась. И нас сегодня собралось, музыкантов, достаточно большое количество. Это целый флешмоб, 45 гитаристов. Гитаристы играют не в одиночку. Позади них на подхвате аккомпанимирующий состав. Барабаны, синтезаторы, аккордеон. Все это задает нужный ритм и выливается в красивую мелодию. Игорь Шевченко, Денис Кауров, Новости города. Нерушимая связь поколений. В Ярославле в адрес павших и здравствующих ветеранов Великой Отечественной весь день звучали слова искренней благодарности. Мэр Артем Молчанов лично навестил и пообщался за чашкой чая с некоторыми участниками той страшной войны. Наша съемочная группа присоединилась. Почтить память павших в Великой Отечественной войне на воинском мемориальном кладбище собрались представители мэрии Ярославля, муниципалитета, ветеранских и молодежных патриотических организаций, клубов, офицеры Ярославского территориального гарнизона. Благодаря этим людям мы понимаем, что это память, это история, память о их подвиге и история для нас, понимание того, что они сделали для того, чтобы мы жили счастливо. Для нас День Победы это самый важный праздник, ведь на нем мы почитаем память наших дедов, прадедов. Это очень важный праздник. Но, наверное, самое ценное – это личное общение с участниками той страшной войны. Поэтому мэр Ярославля Артем Молчанов отправился в гости к ветеранам. Спасибо вам тоже самое, что вы сегодня пришли в преддверие нашего великого праздника. Владимиру Алексею Чужилкину уже 98. Он прошел большой боевой путь. Полковник запаса, кавалер Ордена Красного Знамени и Отечественной войны. Медаль за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за боевые заслуги. Вот так запросто посидеть, поговорить, повспоминать удается, конечно, не каждый день. Свои присутствия меня, так сказать, поддержали, вдохновили. Понимаете? Это для меня, видимо, хороший пыл, 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 пыл. Еще один ярославский ветеран – Иван Александрович Зорин. Я говорю по-японски. Он значит, что японский не мое. Не мой конец. День Победы я всегда помню. Я взвенился пианистской дружины. Мы всегда стояли в вечном огне. И такие встречи, как незримая ниточка, связывают целые поколения. Помогают людям лучше понять друг друга, найти общее в дни вчерашнем и сегодняшнем. Владислав Старожук, Родион Латышев, Елена Златоустовская, Денис Кауров. Новости города. Ежегодный фестиваль военно-патриотической песни в лесу при Фронтовом прошел в стенах Рыбинской колонии. Участие приняли представители исправительных учреждений со всей области. Со сцены звучали хорошо известные песни времен Великой Отечественной. Здесь собрались и новички, и профессионалы, которые отдали дань уважения подвигу павших предков. Осужденные тщательно подбирали репертуар, готовились к выступлению, продумывая образы и костюмы. Каждый номер никого не оставил равнодушным. К слову, встреча в таком формате проходит уже в седьмой раз, предоставляя площадку для творчества заключенных. Все старались, и это было приятно, это было здорово. И я бы сказал, что, честно, было бы, наверное, здорово, если бы такие фестивали проводились не только раз в год, посвященные Дню Победы, а, может быть, выбрать какие-то там Дни воинской славы, что, может быть, там два, три, может, четыре раза в год. Потому что ребята стараются, это видно. В Красноперекопском районе открыли мемориальную доску, посвященную ветеранам труда. Гранитная плита весом около центнера украсила монумент красноармейцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На ней золотом выгравированы основные достижения героев-работников Ярославского комбината технических тканей. Литры сданной крови, количество сшитой одежды и общая сумма собранных денег на танки и оружие для фронта. Такого рода мемориал, посвященный героям труда, первой в городе. Игорь Шевченко подробнее. Церемония началась с воинского построения на старшего. В праздник Победы по-другому быть не может. После приветственных слов и стихов с мемориальной доски сняли покрывало. Золотыми буквами в граните высекли основные достижения и жертвы, на которые вынуждены были пойти работники комбината. Всю зиму мы этого ждали. Воярец от голода в снег. Для нас самое главное, наверное, сохранить эту историю, передать те события, которые были 78 лет назад, сегодня, сегодняшней молодежи. Во время Великой Отечественной войны все предприятия работали на нужды фронта. Днями и ночами производили боеприпасы, шили теплую одежду и отдавали свою кровь. Открытая сегодня мемориальная плита – это память всем им, те, которые каждый день на протяжении 1418 суток вставали, шли к станку, понимая, что без их труда, может быть, маленького, небольшого, не будет светлого дня 9 мая 1945 года. Все работы, связанные с установкой и транспортировкой плиты, выполняли работники комбината. Заботятся о монументе будут они же. Игорь Шевченко, Денис Кауров, Новости города. Сегодня в правительстве Ярославской области озвучили новые кадровые изменения. В ходе оперативного совещания глава региона Михаил Евраев сообщил, что Денис Хохряков, возглавляющий региональный департамент имущественных и земельных отношений, назначен на должность заместителя председателя правительства области. Теперь он будет курировать работу департаментов имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Поменяется руководитель и в областном депстрое. У нас по собственному желанию уходит Сергей Михайлович Гончар и с должности директора департамента строительства и исполняющего обязанности директора департамента строительства назначается Александр Вячеславович Гаврилов. Все ближе юбилей городского телеканала 5 июля приближается неумолимо. И в нашей традиционной рубрике «Нам-30» хочется рассказать как можно больше. За эти годы накоплен огромный массив самых разнообразных съемок, программ, фильмов. Сегодня Марина Смарагдова вспоминает ярославцев, носящих звание почетный гражданин города Ярославля. Ну а почему именно сейчас, узнаем. Май Ярославля – особенный месяц. Он начинается, как и везде в России, праздником весны и труда. Плавно перетекает во всенародно любимый День Победы. А в Ярославле он заканчивается Днем Города. На этом празднике принято честовать горожан, заслуживших уважение своим трудом. Есть даже специальное звание за особенные заслуги. Звание почетный гражданин присваивалось по решению Городской Думы и было введено в 1878 году и отменено после 1917. Первым почетным гражданином стал губернатор, действительный статский советник Никита Шмидт. Звание впервые стало одобрением на государственном уровне благотворительной и общественной деятельности. До революции в Ярославле их званию представили 15 человек. Его вернули в 1978-м и, безусловно, первой стала Валентина Владимировна Терешкова. Звание не дает привилегий, но является знаком исключительных заслуг. У меня прибавились звания, я академиком стал, членом общественной палаты. Но все равно я как-то этим самым горжусь, стараюсь оправдать доверие ярославцев. Среди почетных граждан и патриарх Тихон. С 1907 по 1913 он возглавлял Ярославскую епархию. Тихон стал первым патриархом после двухсотлетнего перерыва. Ярославцы запомнили пастыря как человека удивительной внутренней чистоты и силы. Вторым священнослужителем, удостоенным почетного звания, стал архиепископ Михей. Ярославской земле владыка отдал более 30 лет. Воспитанник детского дома в миру Александр Хархаров прошел всю войну. Звание почетного гражданина Юрию Дмитриевичу Кириллову было присвоено в 1997 году. Под его руководством Ярославль снискал славу самого чистого города на Волге. Ярославль стал единственным городом в России, где звания почетных граждан вручались и женщинам. Первой в этом списке стала Анна Николаевна Друженкова и еще три Ярославны. Елена Александровна Лопатина, их проксия Георгиевна Алла Венишникова и Людмила Павловна Римская-Корсакова. Они трудились на небе благотворительности. Они призревали сирот, вывозили их на дачу, обучали ремеслам, давали приданное невестам. Владимир Степанович Дябин – фронтовик. После войны взялся за труд увековечивать подвиг павших товарищей. Четверть века работала над книгой «Вечная память». Она стала основой создания воинского мемориала. В 2007-м ветераны отпраздновали железную свадьбу. 65 лет вместе встретились на фронте. Супруга Раиса Николаевна помогала мужу в работе. Автор всей портретной галереи – почетных граждан Ярославля нового времени художник Сергей Соколов. А всего с 19 по 21 век в Ярославле 35 человек носят это звание. Марина Смарадова, Василий Мосин, Новости города. Сегодня в Ярославле читающему сообществу был представлен новый сборник поэзии «Свет души». Под одной обложкой собраны стихи семи десятков непрофессиональных авторов всего региона. Идея появилась в марте, а уже в мае книга пришла к ярославцам. Марина Смарагда побывала на презентации. Автор идеи Максим Вахруков признается, что все родилось спонтанно. Во время поездки в Первомайский район. К женщинам, которые шили маскировочные сети. Это были волонтеры проекта «Я помогу тебе, сынок». Одна из них спросила, сидя просто за столом, за чаем, можно я вам прочитаю свои стихи? Конечно, можно. И они оказались на удивление качественные, на удивление литературные. И при этом передавали настолько искренние личные эмоции, что буквально какая-то химия произошла. Друзья и коллеги из общественного движения «Нашим детям здесь жить» согласились, что идея имеет право на существование. 160 стихотворений прислали ярославцы, пришлось выбирать. Слова Захара Прилепина мне очень запали в душу. Он сказал, что Симонов своим стихотворением «Жди меня» и Александров своей песней «Священная война» сделали больше, чем если бы они бежали с автоматом или стреляли из пулемета. Анна, педагог из Пречистого, не считает себя профи, хотя стихи пишет лет 40. Все ее родственники, начиная от деда, принимали участие в войнах 20-21 века. О них надо слагать песни, считает она. У меня на самом деле немного стихов патриотических, но есть несколько штук. И это было мое последнее стихотворение, одно из последних. Как раз и тематика подошла, но более уже, наверное, о нынешней ситуации, которая происходит в стране и в поддержку наших солдат. Давайте воспитывать и наших людей, и наших детей, и всех остальных. Всем нам счастья, всем нам общей победы. Не все стихи получилось издать, но авторы проекта считают, что он будет продолжаться, возможно, не только поэтическими строками, но и прозой. Такие работы тоже присылали. Проект «Мы не молчим» объединяет непрофессиональных авторов от 13 до 74. В зону специальной военной операции отправят 2000 экземпляров. Марина Смарадова, Василий Мосин, Новости города. Традиционно в мае в регионе проходит международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. И это событие сопровождается приездом не только ярких исполнителей, но и известных журналистов. Один из самых востребованных в России и в мире корреспондентов не пропустил ни одного фестиваля на протяжении 15 лет его существования. Поговорим об этом в четверг в программе «На повестке дня» на вопросы моей коллеги Анны Лазоркиной ответит Виктор Александров, музыкальный журналист, корреспондент журнала «Музыкальная жизнь» российской газеты, преподаватель кафедры журналистики Нижегородской консерватории имени Глинки. Эфир завтра в 19.20 на городском телеканале. После майских праздников водолазы приступили к очистке ярославских крупных пляжей, чтобы подготовить их к купальному сезону. Сегодня на берегу Которосли специалисты Центра гражданской защиты осуществляли проверку дна на наличие опасных предметов. Глубина максимального погружения составила 2,5 метра. Уже через несколько минут удалось достать первый мусор. Но, по словам специалистов, в этом году побережье в разы чище. Мы проводим профилактическую работу с населением. Они меньше уже мусора кидают, это заметно сказывается на чистоте и безопасности пляжа. И люди стали более сознательны, заботятся не только о себе, но и о благе других. Я нашел минимальное количество мусора, потому что за многие годы обследования мы все вычистили. Считаю, что пляж безопасен для купающихся. А так в основном что попадается? В основном попадаются жестяные банки, стекло, ну и маленькие ювелирные изделия бывают. Уже завтра пройдет буйкование территории, которая ограничит место купания отдыхающих. За текущий месяц будут исследованы еще два побережья Волги. 15 мая – Тверицкий пляж, 20-го – Норский. Начнется оборудование спасательных постов. Также специалистами СЭС будет проводиться забор воды и проб песка, по результатам которых будет понятно, где ярославцы смогут купаться. Определить это можно по черному или красному кругу на спасательной вышке. При их наличии плавать запрещено. А вот если висит желтый флаг, значит побережье безопасно. Начиная с 1 июня на дежурство выйдут спасатели. На каждом городском пляже и месте массового отдыха людей на воде будут ежедневно дежурить по два аттестованных спасателя, которые прошли соответствующее обучение по специальности матрос-спасатель. Они будут сдавать зачеты по спасению утопающих, по транспортировке, по первой помощи в случае утопления при необходимости. Молодого лосенка заметили на улицах Ярославля. Появление парнокопытных в нашем городе не редкость. Однако в самом центре столицы Золотого Кольца увидеть такое зрелище удается не каждый день. В соцсетях активные пользователи пишут, что Сахаты, видимо, заглянул посмотреть на новый формат Парада Победы. Да и улицу Свободы для пробежки выбрал не случайно. Сразу видно – свободолюбивое животное. Далее к спортивной части выпуска. Психологическое состояние у нас было скованное. Пять игр без результата. Так прокомментировал прошедший матч исполняющий обязанности главного тренера Шинника Дмитрий Воецкий. Черносиния держали верх над Астраханским Волгарем со счетом 2-1. Отмечу, это первая победа после ухода главного тренера Вадима Евсеева. В первом тайме ярославцы пропустили первыми, но до перерыва сами дважды забили. Оба мяча на счету Дмитрия Самойлова. Следующая встреча для наших футболистов пройдет в эту пятницу в набережных Челнах против КамАЗа. Ребята немного зажатые были. Всю неделю потратили на то, чтобы вот именно психологически они перешагнули через этот барьер. Не боялись, потому что они умеют играть. Но первую минуту показали, что все-таки, наверное, нам до конца это не удалось. Ярославцы завоевали медали на первенстве Центрального федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет. Участниками турнира, который прошел в Воронеже, стали 195 человек из 17 регионов. Ярославскую область представляли 12 боксеров, но лучший результат показали двое. В весовой категории 63 килограмма третье место занял Семен Марков. А еще одну бронзу принес Даниил Баранов категории 80 килограмм. Теперь к погоде. До 20 градусов потеплеет Смоленске, а в Костроме облачно с прояснениями. Температурные качели ожидаются в Ульяновске. Тем временем на Сахалине пройдут небольшие осадки. Северо-восточный ветер подует в Вершкороле. Что в Ярославле завтра? Ольга Муравьева ответит. Здравствуйте. На городском телеканале время прогноза погоды с Ольгой Муравьевой. По прогнозам синоптиков, ясный день сменит в пасху на вечер. Осадков не ожидается. Подробности далее. Ночью в четверг в Ярославле облачно без осадков. Температура 5 градусов. Ветер северо-западный метр в секунду. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 759 миллиметров штутного столба. Дню в четверг в Ярославле облачно с прояснениями без осадков. Температура 20 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 760 миллиметров штутного столба. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи в новых выпусках. Через мгновение в эфире художественный фильм «Четыре таксиста и собака». Приятного просмотра. А я напоминаю, наши новости также доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале и официальном паблике во Вконтакте. И на видеоплатформе YouTube. Сообщайте новости и в нашу редакцию по телефонам 72 11 70, 72 11 80. В студии работала Елизавета Корегина. Спасибо за внимание. Увидимся.